На 21 сессии Законодательного собрания Вологодской области было рассмотрено более 40 вопросов, в том числе принят 21 закон области, более половины из которых были внесены губернатором области. Есть смысл сказать о таком законе, как внесение изменений в закон области, о разграничении полномочий в области содействия занятости населения. В общем-то, сам по себе закон предусматривает наделение наших государственных органов области, которые заняты вопросами оказания содействия в занятости населения, дополнительными полномочиями. Но хотелось бы особо подчеркнуть одно полномочие – это оказание в соответствии с законодательством о занятости населения услуг по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. И сегодня наши органы, компетентные в вопросах занятости населения, как раз и наделяются соответствующими полномочиями с тем, чтобы создавать необходимые условия для осуществления трудовой занятости инвалидов, ускорять их профессиональную адаптацию на рабочих местах, формировать вплоть до того, чтобы пути продвижения до места работы и обратно, и даже пути перемещения по производственной территории, на которой инвалид в перспективе должен работать. Это позволит, безусловно, обеспечить индивидуальный подход каждому заинтересованному в трудоустройстве инвалиду и сделать этот процесс более эффективным и удобным для самих инвалидов. Второй закон, о котором также имеет смысл говорить, – это закон о внесении изменений в устав Вологодской области, в которой эти изменения предусматривают перенесение срока, в течение которого губернатор должен внести в законодательное собрание отчет о деятельности правительства за предыдущий год. В соответствии с сегодняшним регулированием данный отчет должен был быть внесен до 1 июня. Сейчас этот срок удлиняется на один месяц, и до 1 июля должны вноситься соответствующие изменения. Цель этого изменения такова, что сегодня губернатор, внося отчет о деятельности правительства, представляет полную информацию о деятельности правительства, основываясь на тех статистических информационных сведениях, которые содержатся в отчетах о деятельности государственных органов. А в свою очередь сами отчеты формируются, как правило, после 1 мая, чтобы этот отчет был максимально полным и информативным. Редактор субтитров А.Семкин